Рак лёгкого Рак лёгкого Заболевание, которое в себя включает помимо широкой линейки гистологических подтипов и большое количество молекулярных профилей этого заболевания. По мере развития фармакоиндустрии и появления новых таргетных препаратов появлялись разные мишени, которые диагностировались при немелкоклеточном раке лёгкого. Когда количество мишеней было небольшим и методы, которые использовались для диагностики, также их линейка была небольшой. Она включала полимеразную цепную реакцию, фиш-исследование, то есть флуоресцентную инситу гибридизацию и иммуногистохимическое исследование. По мере появления новых прогностических маркёров это требовало более чёткой стратегии тестирования пациентов с немелкоклеточным раком лёгкого. И здесь на помощь нам приходят, конечно, новейшие методы, такие как высокопроизводительное секвенирование, именно метод НЖС. Какие же изменения генома необходимо диагностировать, чтобы назначить корректную терапию, определить прогноз пациентов с немелкоклеточным раком лёгкого? Мы сейчас поговорим. Есть четыре класса изменений генома. Первый – это точковые мутации, вторые – вставки и делеции, изменение числа копий гена. Для рака лёгкого, конечно, это начинает только входить в диагностику. Это именно изменение копий гена ИДЖФР, гена Хердванео и транслокации. Какие же методы применяются для диагностики тех или иных геномных нарушений? Прежде всего, это метод полимеразной цепной реакции. Надо отметить в достоинствах этого метода, что он отличается быстротой выполнения, не нужно ждать набора пациентов. Этот метод простой, им буквально владеет любой врач-лабораторный генетик, он обладает высокой чувствительностью и специфичностью. Но, как и у любого метода, у него есть ограничения. То есть методом ПЦР мы можем определить только те мутации, которые входят в набор, которые мы используем. Нельзя выявить все возможные нарушения в пределах одного гена. Если мы говорим о нарушениях РНК, таких как транслокации, обратно транскриптазный ПЦР тоже не позволяет нам выявить все перестройки с участием гена, так как необходимо знать гена партнера, но не всегда это возможно. Если мы говорим о методе ПЦР-секвенирования по Сенгеру, этот метод действительно позволит нам изучить всю кодирующую последовательность гена, но этот метод трудоемкий и имеет свое ограничение по чувствительности. ПЦР, как узкоспециализированный метод, он не может помочь полностью решить все проблемы резистентности и проблемы диагностики мутации, так как часто мы наблюдаем сочетанные мутации внутри одного фактора, то есть одного гена, например, гена ЭДЖФР, когда мы можем видеть мутации в нескольких их зонах одновременно. Ну и метод обратно-транскриптазный ПЦР, который основан на РНК, конечно, он крайне чувствительен к качеству материала. Второй метод, который также вошел в рутину исследования, этот метод флюоресцентной инсиду гибридизации. Этот метод применяется для диагностики транслокации. Чаще всего применяются зонды проекопад, то есть зонды на точку разрыва, которые позволяют нам диагностировать перестройку, но не говорят о ее гене-партнеры. Конечно, есть зонды, которые подразумевают определение гена-партнера, но в любом случае применение их ограничено, так как, еще раз повторюсь, не всегда мы знаем, какой ген-партнер у нас участвует в этой перестройке. Флюоресцентная инсиду гибридизация является золотым стандартом для обнаружения перестроек гена РОС-1, так как при диагностике перестройки гена ЛК она может прийти на помощь метод иммуногистохимический. Если мы говорим о перестройках гена РОС-1, это только флюоресцентная инсиду гибридизация, так как ИГХ, он обладает чувствительностью, но не обладает специфичностью, высокой для того, чтобы диагностировать эти перестройки. Методом флюоресцентной инсиду гибридизации мы также можем обнаруживать перестройки гена РЭД, то есть этот ген также входит в каскад генов, которые тестируются при немилкоклеточным раком легкого, можно обнаружить с хорошей чувствительностью и специфичностью. Но опять, как у любого метода, существуют ограничения. Это метод достаточно трудоемкий, дорогостоящий. Необходимы специалисты, которые могут выполнять это исследование. И если мы применяем, еще раз повторюсь, пробу Break-a-Path, мы не можем говорить о генах-партнерах, которые участвуют в перестройке. А сейчас все более востребовано именно определение конкретного гена, так как этого зависит прогноз и чувствительность к таргетной терапии. Часто мы встречаемся с тем, что существуют трудности в интерпретации результатов ФИШ, так как могут быть не только простые перестройки, могут образовываться перецентрические слияния. Когда ген-партнер расположен рядом с геном, который участвует в перестройке, например, при гене РЭД, наиболее частый партнер его, КИФ-5Б, они находятся на одной хромосоме. Поэтому это сложно диагностировать, именно сложно увидеть глазу. Или, возможно, наличие делеции, когда мы можем получить ложно-отрицательные результаты. Если говорить о скрининге или каком-то обширном тестировании ФИШ, конечно, он не будет оптимальным методом из-за того, что он очень трудоемкий. Но он занял свое почетное место в ряду методов диагностики немелкоклеточного рака легкого. Все больше мы сталкиваемся с тем, что пациенты, имея определенные какие-то однородные клинические данные, имеющие одну и ту же мутацию, по-разному отвечают на таргетную или химиотерапию. Почему же это случается? Потому что внутри одного гена, одного фактора, который мы тестируем при немелкоклеточном раке легкого, могут встречаться сопутствующие изменения, то есть коммутации. Так, при гении GFR мы можем наблюдать мутации как в 18-м одновременно, так и в 19-м экзоне. Это тоже влияет на чувствительность к таргетной терапии, к выбору именно тирозинкиназных ингибиторов. Также могут сочетаться мутации в 18-м, 21-м экзоне. Уже не говорим о инсерциях 20-го экзона, когда в зависимости от инсерции определяется чувствительность к тирозинкиназным ингибиторам и выбора именно тирозинкиназного ингибитора разного поколения для определения тактики лечения. Но помимо всего этого, мы говорим о том, что существуют сопутствующие геномные изменения и в других генах, которые наблюдаются вместе с мутациями именно в генах каскада тестирования мелкоклеточного рака лёгкого. Это такие гены, как TP53, RB1, PIK3CA, KERAS. Мутации в гене TP53 – это признак неблагоприятного прогноза. Мутации – это генсупрессор, и мутации в этом гене приводят к тому, что возникает геномная нестабильность. И это мы при NGS-тестировании или при комплексном геномном профилировании можем видеть в виде проявления анеоплоидии, то есть нарушения количества копий различных генов. Поэтому большое количество коммутаций, сопутствующих изменений стали требовать более точных методов диагностики, высокопроизводительных, и здесь нам на помощь приходит метод NGS. Здесь я хотела привести в пример пациентку, которая наблюдалась в нашем центре, пациентка в возрасте 41 года. У неё в диагнозе был центральный рак нижней доли правого лёгкого, именно аденокарцинома, метастазы в лимфоузлы корня правого лёгкого, в лимфоузлы средостения. Статус курения отрицательный. Была определена мутация в 21-м их зоне гены GFR методом ПЦР. Но на фоне таргетной терапии пациентка начала прогрессировать. Тогда образец ткани лёгкого, ткани опухоли, был отправлен на комплексное геномное профилирование. И были получены результаты, которые наряду с этой мутацией, которая была определена методом ПЦР, была выявлена ещё одна мутация в гене GFR и также мутация в гене TP53. И вы можете видеть, что появились анеоплоидии, то есть нарушения копий ещё ряда генов. И в итоге был неблагоприятный прогноз течения заболевания – пациентка погибла. И вот в таких случаях, когда пациент не отвечает на терапию или для определения тактики лечения, определения первоначальной резистентности опухоли на терапию, необходимо применение, как я сказала уже, высокопроизводительного секвенирования для того, чтобы определить наличие именно тех потенциальных мишеней и сопутствующих мишеней, которые необходимо учитывать в выборе тактики лечения. Метод НЖС может быть как на основе ДНК, так и на основе РНК. Какие же достоинства и недостатки каждого из них? Если мы говорим о методе НЖС на основе ДНК, это исследование может успешно выполняться для определения точковых мутаций, делеться и вставок. То есть мы экономим материал, мы получаем большое количество информации из одного кусочка материала. Меньшие требования к материалу по сравнению НЖС на основе РНК. Этот метод обладает высокой чувствительностью для обнаружения мутаций, но имеет и свои недостатки. Это именно метод имеет свои ограничения для тестирования перестроек. То есть если в эту панель мы добавляем перестройки, это перегружает панель, дорожает секвенирование, но и при всем желании мы не можем учитывать все перестройки. Из-за того, что из-за большой протяженности интронов, генов, это просто физически невозможно сделать панель, чтобы диагностировать все перестройки. То есть чувствительность этого метода только около 80% для перестроек, 20% возможных перестройок останутся неохваченными. Если мы говорим о методе НЖС на основе РНК, да, этот метод выявляет практически все перестройки. Определяя гена партнера или по аллельному балансу, мы можем определить просто наличие перестройки. Позволяет обнаруживать слияние генов, сложные перестройки, наличие сдвига, рамки считывания. Но недостатки тоже имеются. Это высокие требования к качеству образца. Здесь большую роль играют преаналитические условия. То есть это именно те условия, когда материал после операции попадает в отделение патанатомии. Здесь играет время ишемии. Сколько длилось время до того, как материал попал в фиксацию. Качество фиксирующего раствора. Потом условия гистологической проводки. Так как в фиксации чаще всего используется забуферный 10% формалин, конечно, образуются и модификации нуклеиновых кислот, и сшивки, и фрагментация нуклеиновых кислот. Это все-все-все надо учитывать, когда мы используем метод НЖС. Ну и метод НЖС, конечно, на основе РНК тоже могут быть сложности при выявлении транссплайсинговых и циссплайсинговых событий. Конечно, идеально использовать метод НЖС одновременно на основе ДНК и на основе РНК. То есть панель у нас подразумевает одновременное тестирование как ДНК, так и РНК. Так какую же стратегию тестирования выбрать? Все-таки последовательные тесты с использованием ПЦР, ФИШ, ИГХ или метод НЖС. Здесь нужно учитывать несколько факторов. Прежде всего, это образец для тестирования. Доступность образца. Чаще всего при поздних стадиях рака легкого бывает невозможно взять пункцию, биопсию. Поэтому здесь на помощь приходит жидкостная биопсия. Она постепенно входит в тестирование, в лабораторную практику. Но имеет, конечно, тоже свои ограничения для использования. Потом в образце мы оцениваем количество опухолевых клеток. Для метода НЖС критичным и пороговым уровнем является наличие не менее 20% опухолевых клеток. Время. Какое время выполнения тестирования? Так как для пациентов с немелкоклеточным раком легкого это является критическим, нужно точно оценивать, сколько займет времени то или иное тестирование или последовательно, если нужно быстро определить какую-то мутацию в гене GFR, АЛК, или все-таки у нас есть время для того, чтобы оценить все сопутствующие мутации. Это тоже занимает какой-то промежуток времени. Или нужно учитывать также экономическую эффективность. Если мы говорим о тестировании, например, трех генов и GFR, АЛК, РОС, здесь мы говорим, что это более экономически выгодно, чем метод НЖС. Но если мы говорим о тестировании большего количества генов, конечно, метод НЖС будет предпочтителен. И необходимо учитывать, может ли метод НЖС выполняться в пределах вашего лечебного учреждения, или все-таки нужно пользоваться возможностями других центров, когда у кого больше поток пациентов, чаще происходят запуски, есть высокоспециализированные специалисты именно биоинформатики. Все для того, чтобы выполнить вовремя тестирование. Здесь, конечно, не очень, возможно, хорошо видна эта схема, но она хорошо отражает именно алгоритм тестирования. Если у нас есть образец, который содержит достаточное количество опухолевых клеток, у нас есть необходимое время для тестирования, то есть от 15 до 30 дней, мы никуда не торопимся, конечно, идеальный метод для выполнения тестирования является НЖС. Но если мы находим мутацию этим методом, все, назначается корректная тактика лечения. Если же все-таки у нас нет времени выполнять НЖС, тогда у нас приходит на помощь стратегия последовательного тестирования, именно о чем мы говорили, сингл-джин-тест, то есть у нас тестируются гены ИГФР, Кираз, Бирав, АЛК, РОС при необходимости, РЭД, МЕД. Если опять-таки стратегией последовательного тестирования обнаруживается мутация, назначается терапия. Если же мы не обнаруживаемся, то нужно дожидаться результатов НЖС. Другой вариант. Когда у нас образец не подходит для НЖС-тестирования, тогда, конечно, на помощь приходит нам стратегия последовательного тестирования, но при отрицательном результате ставится вопрос о повторной биопсии, возможности получения большего количества опухоли. Но бывает такое и невозможно. Тогда здесь уже на помощь приходит жидкостная биопсия, которая, конечно, имеет свои ограничения, и рутинными методами чувствительность тестирования циркулирующей опухолевой ДНК небольшая, и мы можем определить мутации в ограниченном количестве генов, но все-таки это тоже вариант для тестирования и диагностики мутации при немелкоклеточном раке легкого. Сейчас мы рассмотрим несколько случаев, которые проходили диагностику в нашей лаборатории. Пациент в возрасте 33 лет с диагнозом плоскоклеточный рак легкого, метастазами и статусом курения 18 лет поступает для тестирования в нашу лабораторию. Здесь я хотела показать вам снимки, именно как выглядела биопсия немелкоклеточного рака легкого. То есть здесь были определены те структуры, которые были типичны для плоскоклеточного рака. Материала было немного, и не было возможности проводить последовательное тестирование. Потом материал был взят на НЖС. В результате НЖС мы получили конкретную перестройку, а именно АЛК, ЕМЛ-4, и пациенту была назначена соответствующая терапия. Почему я привела этот пример? То есть пациент с диагнозом плоскоклеточный рак выступает на НЖС-тестирование. Да, согласно клиническим рекомендациям, молодые пациенты, не курящие, они могут направляться на тестирование всех мишеней при немелкоклеточном раке легкого. Но этот пациент имел и статус курения, и гистологический тип плоскоклеточный. Со многими врачами, лабораторными генетиками общаемся. Говорят, при диагностике этой биопсии врач-патоморфологи, конечно, могли ошибиться, и это, скорее всего, была аденокарцинома, когда для нее характерны эти перестройки. Но входные параметры этого пациента был плоскоклеточный рак. Поэтому тоже надо подходить индивидуально к каждому пациенту для того, чтобы определять тактику лечения. Второй случай. Пациентка в возрасте 54 лет с диагнозом аденокарцинома, центральный рак верхней доли левого легкого. Статус курения у нее курила 15 лет назад. Также был отправлен к нам лабораторию на НЖС-тестирование. Материала было достаточно. И в результате НЖС мы получили наличие по аллельному балансу транслокации гена АЛК с неизвестным партнером и мутацию в гене ТП53. Да, хотелось бы сказать, что в ТП53 особенно учитывается наличие мутации с 4 по 7 экзоны. Все транслокации, все перестройки, полученные методом НЖС, необходимо все-таки подтверждать другими методами. При выполнении фиш-исследования мы получили наличие транслокации, мы с достоверностью сказали о том, что она имеется, но по результатам ЭГХ признаков транслокации гена АЛК и РОС обнаружено не было. И встает вопрос, назначать ли этому пациенту необходимую таргетную терапию, подбирать ли тирозинкиназные ингибиторы или нет. Да, по литературным данным, конечно, эффективность проведения таргетной терапии у тех пациентов, у кого ЭГХ отрицательный, фиш положительный или фиш отрицательный, ЭГХ положительный, она разная. Однако на этот вопрос, я думаю, мы сможем ответить спустя какое-то время, когда эта пациентка получит необходимые курсы химиотерапии, но также не надо забывать о том, что у нее имеется мутация ТП-53. И еще один клинический случай, это пациент в возрасте 65 лет поступил к нам с метастазом крупноклеточной нейроэндокринной карцинолы легкого в левый надпочник статус курения более 40 лет. Ему было проведено последовательное тестирование, был определенный ГФР, БИРАФ, АЛК отрицательный статус, и при тестировании методом ФИШ была обнаружена амплификация три-штрих области гена РОС-1, которая может быть расценена как несбалансированная транслокация. Однако картина этой транслокации была нетипична, и раньше такие события мы не наблюдали. В гене КИРАС была обнаружена мутация Г12В. Поэтому пациент был направлен параллельно на НЖС-тестирование, чтобы посмотреть все-таки наличие транскриптов гена РОС-1. При тестировании методом НЖС была обнаружена только мутация в гене КИРАС и мутация в гене ТП-53. При ГХ-исследовании признаков транслокации гена РОС-1 обнаружено не было. Это еще раз подтверждает, что все непонятные случаи, случаи, которые обнаружены транслокацией методом НЖС, также необходимо проверять другими методами, потому что мы можем иметь транслокацию и не иметь белка, или может происходить какое-то событие на уровне генома, но транскриптов его, то есть это событие, оно не переходит в транскрипцию и изменение белка на поверхности клетки. И последний случай, который я хотела привести, это пациент саркомы легкого в возрасте 21 года, не курящей, у которого был выполнен большой объем операции весной 21 года, летом началась прогрессия опухоли, эта саркома была направлена к нам на диагностику, не подтвердилась синавиальная саркома, то есть была определена какая-то неспециализированная саркома легкого. При тестировании методом ИГХ на наличие перестроя гена НТРК для подбора терапии была выявлена такая не очень внятная экспрессия, ядерная экспрессия в ядрах опухолевых клеток. При выполнении фиш-исследования, если мы говорим о ядрах, чаще всего это касается, конечно, гена НТРК-3, вот было выполнено исследование на наличие перестроек гена НТРК-3 с применением зонда брейк-эпад, то есть на точку разрыва, также были получены невнятные нарушения, и все-таки при подсчете вышел пороговый уровень в районе 20%. Пациент был отправлен на комплексное геномное профилирование, когда была обнаружена мутация НТРК-3 и ТВ-6, то есть обнаружен фьюжн-транскрипт, и были все показания для назначения таргетной терапии. Хотелось отметить, что пациент не дождался результатов тестирования, он погиб, но мы все-таки смогли подтвердить наличие этой транслокации и другими методами, методом ФИШ с применением зонда Dual Fusion, то есть на конкретную транслокацию. Почему мы это не могли выполнить в тот момент, ну, у нас просто не было в наличии? И автоматическая платформа EDIL также подтвердила наличие транскриптов гена НТРК-3. Что же нам дает расширенное молекулярно-генетическое тестирование, а именно здесь мы будем говорить об НЖС, о панельном НЖС? Это, конечно, открытие новых потенциалов для терапии, то есть это применение как терапии офф-лэйбл, то есть от тем, которая одобрена, которая зарегистрирована для данного типа опухоли, так и других препаратов, которые, возможно, одобрены для другого типа опухоли. То есть это новые возможности терапии. И надо понимать, что при выборе панели для НЖС тоже чаще всего мы применяем панельное секвенирование, то есть это ограниченное количество генов, но количество их может быть разное, от 15 до 50, при комплексном геноме профилирования больше 150. И всегда возникает у нас вопрос, на который нам, конечно, должны помочь ответить химиотерапевты. Когда же необходимо выполнять НЖС, дожидаясь прогрессирования или сразу после него? Есть ли у нас время на то, чтобы определить перестройки и применить необходимую терапию, или все-таки это нужно делать немножечко раньше? И что нам дает знание ключевого набора основных и сопутствующих мутаций? Прежде всего, это понимание биологии немелкоклеточного рака легкого. Это нам позволит разработать и улучшить алгоритмы прогнозирования клинического ответа, предвидеть и предотвратить возникновение резистентности или уже диагностировать резистентность ДНОВа, которая также может иметь место, и разработать новые терапевтические подходы. И хотелось несколько отметить приоритетов и задач на ближайшем будущее, так как НЖС принимал коклеточном раке легкого, только-только входит в лабораторную практику, в тестирование, и мы все-таки надеемся увидеть это тестирование в тарифах ОМС, потому что это необходимо для пациентов с этой нозологией. Это, конечно, систематизация всего спектра основных и сопутствующих изменений для того, чтобы оценить терапевтическую значимость. Это должны быть многоцентровые исследования. Нужно накопить клинические данные с оценкой ответа на терапию этих пациентов и, конечно, разработка новых биоинформатических алгоритмов, потому что возможно потом переанализ тех данных, которые получены методом НЖС спустя какое-то время. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Спасибо.